Всем привет, всем доброе утро, Настенька, Ромочка. Димы с нами нету, Дима сегодня на папе, а мама сегодня занимается своей красотой. Какие у меня планы на сегодня? Я записалась на ногти, на наращивание ногтей на руках и плюс педикюр в салон красоты. Сейчас Настенька меня туда везет, вот, и после ногтей у меня стоматология. Я записалась на отбеливание зубов, буду все-таки отбеливать, но посмотрим это самое, получится, не получится, что у меня там еще стоматолог. Ну, я, по крайней мере, записалась, что уже там стоматолог скажет, посмотрим. Так что сегодня день Любочки, сегодня Люба занимается собой, Дима на папе, а я навожу красоту. Так, все, я приехала в вот этот салон, называется Land Lady, студия красоты, я пошла на нокаточки. Всем привет, уже следующий день. В общем, верите, нет, но вчера я просто выпала из жизни. Я сходила на ногти, вот такая вот у меня красота, на руках, на ногах, все казалось бы хорошо, потом я пошла на зубы. Я не могу без слез вспоминать эту процедуру. В общем, я когда к ней пришла, она посмотрела меня, она говорит, тебе гигиеническая чистка рта не нужна. У тебя, говорит, все, ну, как бы, все хорошо, тебе нечего чистить. Ну, я ей говорю, да, просто дело в том, что я три месяца назад была на такой чистке, а я как раз, помните, ну, я снимала даже, как мне чистили рота, ну, в Белоярском у себя там по месту жительства. Реально недавно чистила, и она посмотрела, и она говорит, ну, не нужна тебе гигиеническая, давай, говорит, сразу отбеливание. Я говорю, давайте. И она говорит, ты, ну, как бы, я говорю сразу, она говорит, ну, нужно колоть обезболивающее. Без обезболивающего, говорит, у меня еще ни один человек не выдерживал эту процедуру, поэтому, говорит, давай лучше уж сразу вколем, чем ты остановишься на полпути, это все придется снимать, потом колоть обезболивающее, потом опять это все наносить, но это, в общем, заморок. Она говорит, в любом случае ты его попросишь. Она говорит, ну, единственное, что оно платное. Я говорю, хорошо, давайте. В общем, она мне перед отбеливанием вколола 2 обезболивающих укола в верхнюю десну и 2 обезболивающих укола в нижнюю десну. Началась эта процедура. Процедура, получается, идет то, что сначала наносят на десна специальный раствор, чтобы десна не сгорели, потом на зубы и потом под эту лампу. И ты под этой лампой, то есть нанесли гель на зубы, ты под этой лампой сидишь 15 минут. Потом 15 минут проходит, эту лампу убирают, опять тебе наносят гель на зубы, опять на 15 минут под лампу. И так 3 раза. В общем, 3 процедуры по 15 минут с лампой. В общем, я не знаю, как я выдержала. То есть на первые 15 минут я еще, ну, было терпимо. Вторые 15 минут я уже думала, да ну нафиг, я на все это вообще подписалась. И третьи 15 минут я уже выла. Я просто выла, я просто секунды считала, пока, ну, когда эта процедура закончится. Я не знаю, я, наверное, больше в жизни на нее не подпишусь, честно. Я там проклинала все на свете. Я говорила, да лучше бы не то, что даже с желтыми ходить зубами. Я с черными готова ходить. Лишь бы, ну, больше не испытывать эту процедуру. Но в любом случае я все выдержала до конца. Я в любом случае, ну, просидела все эти, получается, сколько там в общей сложности, 45 минут. Я все это выдержала. В общем, вот итог. Сейчас вам покажу. У меня отбелены зубы. Вот такие у меня теперь зубы. Единственное, мне сожгли все десна, но вы не увидите, не буду вам показывать. У меня там десна все воспаленные, все красные. И щека с этой стороны, с внутренней тоже там красная, воспаленная. В общем, весь рот мне сожгли. И одни сутки у меня теперь белая диета. Мне нельзя ничего пигментированного, яркого. Там кока-колу, какие-то соки красные, допустим, там томаты, все такое. Ну, в общем, все, что яркое, мне нельзя. Одни сутки. В дальнейшем, ну, как бы обычный образ жизни. Я сейчас сажусь покушать. У меня белая диета. Что у меня покушать? Рис с овощами, котлетка. И вот этот вот салат с капустой и с огурчиком. А это тут Настя на еда котлетки и салат с кальмаром. Кстати, ко мне Настя с Ромой пришли в гости. Но это... Рома сейчас голенький, потому что его только искупали. Сейчас его когда оденут, потом вам их покажу. Сейчас мы будем кушать. Вот. И, в общем, вчера, когда, ну, все это закончилось, я вышла из стоматологического кабинета. И, ну, вот, все время, пока я не уснула, у меня жутко стреляли все зубы. Просто все. Честно, я думала, я вообще не выдержу даже вот этот вот период, который был уже после процедуры. Я думала, самое страшное, это выдержать саму эту процедуру. Но, оказывается, когда она заканчивается, боль в зубах не прекращается. Зубы стреляют, ломят. Фух, короче, я вчера не могла разговаривать. Я вчера просто выла. Ну, меня Саша привез домой. Он меня забрал со стоматологии, привез домой. И он там что-то спрашивает, а я ему даже ответить ничего не могу. И сижу вот так вот воя, воя, воя в одеяло вцепилось и вот выла. Пока не уснула. Уснула сегодня, конечно, гораздо легче. Но, знаете, неприятные еще ощущения в зубах есть. Но уже прям какой-то адовой боли нету, какая была вчера. В общем, не знаю, стоил ли этот результат того, столько выдержать. По стоимости сейчас вам покажу. Процедура мне обошлась в 30 тысяч без гигиенической чистки рта. То есть, если бы еще была чистка рта, то это было бы чуть ли не все 40 тысяч. Сейчас вам покажу чек. Вот, получается, первичный осмотр. Это 1200. Это то, что она, ну, посмотрела, нужна ли мне гигиеническая чистка рта. Она каждый зубик у меня проверяла, каждый зубик осматривала. Вот за это она с меня взяла 1200. Далее идет анестезирующий гель. Это прежде чем, как ввести уколы, она сначала мне намазала гелем, чтобы мне не было больно, ну, как вводят укол. Получается, верхнюю десну намазала и нижнюю десну. За это я заплатила 400 рублей. То есть, 200 рублей, ну, один как бы мазок гелем. И дальше идет вот анестезия. Анестезия, получается, 4 укола по 1000 рублей, 3000 рублей. А почему 3000 рублей, если 4 укола, я не пойму. Они, наверное, обсчитались. Вот тут вот они на 1000 меньше с меня взяли. В общем, мне делали 4 укола. Один укол анестезии стоит 1000 рублей. А всего взяли с меня 3000 рублей. В общем, они, наверное, обсчитались на 1000 рублей. Вот. И отбеливание, за само отбеливание я заплатила 25 тысяч. Итого у меня вышло, ну, как бы, отбеливание плюс то, что мне обезболивающие уколы кололи, у меня вышло 29600. Мои зубки мне обошлись. В общем, итог какой, что мне хочется вам сказать. Итог такой, что, я не знаю, я когда, ну, вначале, ну, записалась, и у меня были мысли, что теперь, как бы, раз в год в отпуске буду отбеливать себе зубы. Ну, как бы, в среднем, как мне доктора говорили, этого отбеливания хватает на год. Потом, в любом случае, эмали опять начинает желтеть, темнеть. Ну, то есть, она говорит, если вы хотите, чтобы этот эффект длился несколько лет, то тогда нельзя на протяжении всего времени кушать борщ, пить кока-колу. Ну, в общем, очень-очень строгая тогда белая диета должна быть на протяжении всей жизни. Там очень-очень много каких продуктов нельзя. Ну, я не знаю, скушать арбуз, скушать вишню, ничего нельзя. И, ну, естественно, никто не желает жить такой жизнью. И, как бы, так как ты начинаешь пить, продолжать пить кофе, продолжаешь, как бы, кушать какие-то такие продукты, то эффекта вот этой белизны хватает на один год. И я думала раньше, ну, когда я только записалась, что теперь буду раз в год ездить на это отбеливание и отбеливать себе зубы. Ну, вы знаете, я что-то как-то после такой настолько болючей процедуры, не знаю, я теперь в сомнениях, стоит ли оно того, терпеть такую адовую боль. Не знаю, в общем, может быть, конечно, время пройдет, эта боль забудется, как бы, ну, в моей памяти. И потом, как говорится, все-таки на следующий год я опять скажу, что все, я опять хочу белые зубы, потому что за год они вновь пожелтеют. Но пока что я вот, вот на данный момент я не готова еще раз пройти эту процедуру. Ладно, в общем, что, мы кушать, а ножки я вам еще не показала. Вот мой педикюрчик, ну, в общем, педикюр получается такой же, как и маникюр, то есть цвет лака мы сделали один и тот же, и на ноги, и на руки. Тут на большом пальчике стразики у меня, здесь на одном пальчике один стразик, тут немножко золота на втором пальчике. Мастер хотела мне и рисунки там какие-то нарисовать, и говорит, давай я тебе это сделаю, давай то. А у меня же две записи было, у меня получается педикюр наращивание, и потом у меня по времени мне надо было ехать в стоматологию. И я говорю, ну, мы не успеем, я говорю, делайте просто один цвет, ну, и там какой-нибудь символический дизайн сделайте. Она мне вот на один ноготок стразинку приклеила, на другой ноготок какую-то золотую блесточку. Ну, как бы на этом все. Я говорю, в принципе, лак яркий, они и без всяких рисунков, без всяких дизайнов все равно смотрятся ярко, летне, сочно, красиво. Так что я теперь вот такая вот красота с белыми зубами и с красивучими ногтями. Вообще супер. Так что я много болтаю, я кушать. Настя, поздоровайся. Настя только искупалась с мокрой головой. Всем приятного аппетита, мы кушать. У нас детки уснули на дневной сон, сейчас они поспят, и мы собираемся с Настей в бассейн. Я выпустила видео, читаю ваши комментарии. И честно, ну, они уже повторяются не раз, и мне прям вот обидно их читать. И я хочу, ну, я не знаю, может быть, вы какие-то миллиардеры, может быть, вы, ну, я не знаю, мы, может, с Сашей такие простолюдины, и на фоне вас, миллиардеров, мы кажемся какими-то там, ну, не знаю, недостаточно хорошими. Я не знаю, кто смотрит мой канал, может быть, правда, мой канал смотрят одни лишь миллиардеры, и нет таких простых людей, как мы с Сашей. Но, честно, эти комментарии, они прям вот задевают до слез. Сейчас я один зачту, чтобы вы понимали, что я имею в виду. А ваши подарки где? Что в деревне стыдно было смотреть? Что в Волгограде? И вот что-то подобное прилетает ко мне уже не раз. То, что вам аж стыдно смотреть, что мы вроде как, что в деревне, получается, когда к Сашинам родителям приехали, не подарили подарки? Или, может быть, вы считаете, что мы какие-то плохие подарки подарили? Что я так понимаю, в Волгограде вам стыдно смотреть, что где мы дарим хорошие подарки? Ну, это получается в этом видео, под которым написаны эти комментарии. Ну, там я снимала, что Настя подарила Диме большую машину. Ну, начнем с деревни. Ну, я все показываю, я не знаю, но я говорю, может быть, вы миллиардеры, вы дарите какие-то, я не знаю, бриллианты, яхты, катера. Ну, мы, да, мы не дарим такие подарки. Но я показывала матери, мы в деревне подарили букет роз за 5 тысяч рублей, мы покупали этот букет. Отцу мы купили шуруповерт. Название и сам этот шуруповерт я показывала. Этот шуруповерт стоит 9 тысяч рублей. Плюс мы им подарили комплект постельного белья. Я снимала обзоры, я показывала, что вот этот вот комплект мы заказывали для Сашиных родителей. Я показывала, я считаю, это хорошие подарки. За 9 тысяч шуруповерт, за 5 тысяч букет цветов и плюс комплект постельного белья. Я не считаю, что мы подарили какие-то ужасные подарки. Я не понимаю, почему вам так стыдно смотреть, что мы подарили ужасные подарки в деревне. И что вам стыдно смотреть, что мы дарим ужасные подарки в Волгограде. В Волгограде я, ну здесь, да, мы встретились с Настей. Я Насте подарила комплект постельного белья. Опять же, в обзоре я снимала, показывала большой семейный комплект. Там он с двумя пододеяльниками шел, с четырьмя наволочками. Этот комплект стоит 3 с лишним тысячи. Я Насте подарила комплект постельного белья за 3 с лишним тысячи. И плюс я купила в паркхаусе в детском мире Роме, ее сыну, тележку такую катать. Потому что ему интересно что-то катить. Он видит, что я качу коляску, Настя катит коляску. Ему хотелось тоже что-то катить. И я ему купила вот эту тележку, потому что ребенку это было интересно. Эта тележка стоит 1200. Забейте в интернете. Паркхаус, детский мир и эту тележку. 1200 она стоит. Я, может быть, купила Настиному сыну подарок подешевле. Ну что, тележка за 1200. Но я плюс Насте подарила за 3 с лишним тысячи комплект постельного белья. Да, Настя, получается, купила нашему Диме подороже игрушку. Но она, допустим, нам, Саше, ничего не дарила. А купила лишь дорогую игрушку для Димы. Ну и как бы в целом вышло тоже на то же. То есть в среднем мы одинаково потратились. Что Настя в нашу сторону, что мы в Настину сторону. Ну, я не понимаю. Ну, серьезно. Я всегда озвучиваю. Я всегда показываю. Ну, я этот комплект показывала. Что я говорила в обзоре. Что этот комплект я заказывала для своей подруги Насте. Только что я не показала прям в кадре, как я его ей вручаю. Как я его ей дарю. Но я посчитала это ни к чему. Что вы и так, ну, все знаете. Ну, не то, что ни к чему. Я просто вообще не снимала нашу встречу. Я вам рассказывала, что мы вечером встретились. Она к нам пришла. Мы вместе сидели, пили пиво. Ну, и тогда я подарила Насте этот комплект постельного белья. А на следующий день вот Настя, получается, купила Диме вот эту большую машинку. А я ее сыну Роме вот эту тележку за 1200. Я считаю, это хорошие подарки. Я говорю, я не знаю. Может быть, вы реально своим родственникам и своим друзьям яхты дарите. Я не знаю, какой у вас бюджет. Но для нас это нормальные подарки. И мне обидно, что меня постоянно в комментариях попрекают, что мы дарим недостаточно хорошие подарки. Почему не дарим? Во-первых, мы их дарим абсолютно всем. Еще не было такого, чтобы мы приехали к каким-нибудь родственникам. Или встретились с какими-то друзьями и ничего не подарили. Такого не было ни разу, ни в одном нашем отпуске. Мы в каждый отпуск, кому бы мы не приехали в гости, с кем бы мы не встретились, мы каждый отпуск дарим подарки всем, с кем мы встречаемся. Блин, я не знаю, это, конечно, какая... Ну, короче, ладно, все. Закрыли тему. Мне просто обидно это читать, что мы с Сашей дарим плохие подарки. Реально обидно. Мы приехали в бассейн, но, представляете, что тут тучи. И, похоже, зря мы приехали. Похоже, это самое. Дождик сейчас пойдет и придется назад идти. Ну, пока дождика нету, будем купаться. Так, мы заняли вот такой вот лежак, получается, большой. Вот он мой, Димочка. Вон там Настя с Ромой. Сейчас будем купаться. Дим, да я ж тут. Да я же тут. Я же рядом. Я же с тобой тут рядом. Класс, сынок. Непривычно такой большой бассейн, да? Непривычно тебе? Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, купайся. Купайся. Не бойся, сынок. Мама рядом. Смотри, тут вон сколько деток купается. Все купаются. Да, все купаются. Тут бассейн, ну, такой детский. Дима даже ногами достает до дна. А вон Рома. Вон Рома. Вот я. Клевый купальник мне Настя подарила. Блин, сейчас скажу, что ты подарила, мне скажут, а ты что, Настя? Да, я опять с подарочками. Я опять с подарочками. Сынок, ну ты как? Дим, класс. Дим, класс. Водичка вообще теплая. Теплая. Вон Рома. Чего? Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что он у меня не голодный Нагинец, это так, баловство А то подумайте, что я решила дитя только нагинцами покормить и все В общем, отдыхаем Классно, вообще супер Мне очень нравится Настя вон там с Ромочкой Рядышком Так, мы приехали домой Все, мы накупались Показываю вам Сашу Мы поехали в бассейн А Саша поехал на шопинг Я говорю, нам будет скучно смотреть, как ты там себе одежду выбираешь И он говорит, ну езжайте с Настей отдыхать В итоге мы с Настей отдыхали Саша принарядился Вот показываю вам Купил себе новую кепку Новую футболку Новые брюки Новые носки Шорты это называть Ой, да Новые шорты Новые носки И где там у тебя обувь или что-то там еще купил Под вот это вот все Достанешь? Что это такое? Шлепки доплавать? А, покажи, покажи Вот шлепки еще купил Плавать Ну, на спляшках Так, носочки Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть носочка И для купания шорты Шорты для купания Обувь тут покажи Какую? Кручную И вот под вот этот вот Этот Лук Лук Саш Ну хватит Ну так все говорят Нормально лук Тихо Зацените мой лук Да, слушай, хватит смеяться Я не засняла обувь Ты не снимала Нет Ты ржешь? Я ничего не снимаю И вот такие Такую вот обувь себе купил Не знаю, сколько что стоит Так как он покупал все без меня Цены вам не скажу Вот В общем, мой мальчик Прибарахлился Мы сидим Мы отдыхаем Ну а вам всем спасибо за просмотр И всем до скорых встреч Целую вас своей белоснежной улыбкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...